Здравствуйте! В эфире итоговая программа обозрения. В этом выпуске мы поговорим о том, как продвигается разработка вакцины от коронавируса, сколько стоит сдать ПЦР-тест и в каких случаях без него не впустят в Петропавловск. А еще наши корреспонденты подготовили материал о сферах бизнеса, которые из-за пандемии на грани банкротства и закрытия. Также поговорим о развитии районов и почему Акимобласти считает, что селу многое задолжали. Коронавирус на этой неделе был главным информационным поводом. Одна из новостей – разработка вакцины на финишной прямой. По словам главного санврача республики Ерлана Киясова, в мире разрабатываются 198 вакцин-кандидатов. По 42-м уже проводятся клинические исследования на людях. В числе наиболее перспективных – три вакцины, которые сейчас на третьем этапе клинических испытаний. Это оксфордская вакцина «Астрозенека», также вакцина «Спутник-5» – это национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Габалей России. А также я хочу сказать, что разрабатывается вакцина в Казахстане, в научно-исследовательском институте проблем безопасности Комитета науки и Министерства образования. Уже проведены первые испытания этой вакцины, первый этап пройден, сейчас реализуется второй этап. Надеются, что в начале следующего года приступят к третьему этапу апробации. Изначально планировали провакцинировать более двух миллионов казахстанцев, сейчас определен дополнительный контингент. Также Киясов отметил, что к массовой вакцинации за короткий промежуток времени проблем возникнуть не должно. Он привел в пример вакцинацию против дифтерии, полимелита, кори в 1996, 2011, 2015, 2019 годах, когда за 2-4 недели этими мерами охватили до 3 миллионов казахстанцев. Обсуждали в столице только уже на другом брифинге тему лекарственного обеспечения. Не секрет, что летом из-за непрогнозируемого роста заболевших произошел дефицит некоторых препаратов. Выводы из неудачного опыта первой волны извлекли, отметил председатель правления ТО СК «Формации». Первое. Формирование регулярного пополняемого месячного запаса во всех медорганизациях. На сегодняшний день на дистрибьюторе отгружено объем 91 наименований препаратов на сумму 20 миллиардов тенге, которые оперативно постоянно возобновляются. Второе. Организовано бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение больных ковид с пневмонией. Это 5 бесплатных наименований. Жаропонижающие парацетамол и бипрофен, антигаргулянты, рибоксабан, апексабан и дабгегатран. Планируется охватить порядка 1 миллиона человек на сумму около 2 миллиардов тенге. Кроме того, сформирована своего рода подушка безопасности. Речь о двухмесячном запасе лекарственных средств. Сейчас закупаются 44 наименования для лечения коронавирусной инфекции с прогнозом 60 тысяч пациентов в стационарах в месяц. Эти группы препаратов являются взаимозаменяемыми и назначаются лечащим врачом в зависимости от степени тяжести. Пока из 44 наименований закуплено 39. Дополнительно прорабатывается вопрос поставки востребованных лекарств в рамках гуманитарной помощи. Чтобы избежать повтора летнего ажиотажа и дефицита лекарств, ТСК «Фармацея» сейчас наделена полномочиями по оптовому закупу. То есть эта организация приобретает самые востребованные препараты, которые после реализуются в розничной сети. Определены свыше тысячи аптек, имеющие филиалы в удаленных районах. Таким образом, в случае дефицита товаров розничной сети аптек будет проведена соответствующая отгрузка. Следующий вопрос хотелось поблагодарить наших ОТБ, которые с учетом пандемии развернули свое производство на максимальную мощность и трехсменную формат работы. Лекарства ОТБ прямо с конвейера уходят из больницы и переформатированы также производства под наиболее востребованные лекарства. Это 43 наименования, это 48% производимых в Казахстане для ковид. Как вы знаете, правительством принят комплексный план по развитию форматистической промышленности до 2025 года, который позволит обеспечить лекарствами безопасность страны на уровне 45% до 2025 года. Сегодня мы имеем 30% этого закупа. Обсуждаемая новость недели, касающаяся коронавируса и карантина, это блокпосты вокруг Петропавловска. Их выставили в ночь на 9 ноября. Проверкой справок на каждом из пяти занимаются по шесть сотрудников. Они же следят за тем, чтобы не образовывались пробки. По словам полицейских, дежурство проходит спокойно, ночью транспорта практически нет. Активнее движение становится ближе к 8 утра, когда североказахстанцы добираются до работы. Некоторых водителей из-за проблем с документами стражи порядка разворачивали. Кто-то не подготовил соответствующие справки. Есть такие, которые из-за огромного потока информации в самых разных источниках вообще не поняли, какие документы у них просят. Не знаю, справку требуют какую-то. У вас нет этой справки? Нету, нету. А вы где работаете, откуда? Ну вот приехал за ламинатом, хотел ламинат забрать, не пускают. Сейчас назад домой. А почему не сделали? Ну, некогда было. Я в этот день не работал, в пятницу. Сейчас вот даже пешком не пропускают. Раньше хоть пропускали. И что, наверное, делать? Не знаю, сейчас буду звонить, привезут, наверное. Этот мужчина говорил о справке с места работы. С 9 ноября она должна быть у всех североказахстанцев, которые хотят въехать в Петропавловск, чтобы трудиться. Первый день прошел практически без пробок и заторов на блокпостах. Но в последующие в соцсетях периодически появлялись видео с растянувшимся автокараваном. Это скорее исключение, чем правило, и случается оно в часы пик. Так уж вышло, что рабочие часы у североказахстанцев во многом совпадают. Сократить время проверки документов и разгрузить транспортный поток помогут цифровые помощники. На трех основных карантинных постах установили камеры видеонаблюдения. Подробности в материале моего коллеги Абая Альжанова. Выезжать и выезжать из областного центра могут только работники предприятий жизнеобеспечения, сотрудники экстренных служб и те, кто едет на лечение по направлению врача. Для них действует зеленый коридор. Но пересечь блокпост при этом никто не запрещает, если у вас есть наличие справка о прохождении ПЦР-теста. Исключение – дети до 5 лет. Салимхан Титов – житель Петропавловска. Вместе с братом трудится сейчас на стройке в селе Чапаева. Послал мужчины справку с места работы и взял сразу после введения ограничительных мер. Пока погода позволяет. Надо закончить, достроить дома. Обратно также справку показываем, температуру мерят. Все как бы свободно. Я бы не сказал, что там какие-то проблемы были насчет пропуска. Карантинный пост, расположенный возле села Бесколь, посетил глава региона. Кумар Аксакалов проинспектировал работу пропускного пункта. Списки тех, кто работает в городе, заезжает ежедневно. Сколько таких? Нам дали 10 районов в списке. Мы со всех собрали. Общее количество всех, кто пересекать будет, 8 тысяч граждан. Из них сейчас по районам дали около 1200 человек, которые будут с районов. Работают у нас, заезжают и выезжают. Ежедневно? Ежедневно, да. Но сейчас начинает список немного меняться и пополняться. В первую очередь, местные власти должны оперативно реагировать на вопросы североказахстанцев, касающихся ведения ограничительных мер, заявил Кумар Аксакалов. Все люди, у которых возникают вопросы, они должны иметь возможность задать непосредственно Акиму города. Первую неделю начат работать в таком режиме. Потом через день. Все Акимы районов, то же самое, мы дали соответствующее поручение, через день будут проводить в прямом эфире, отвечать на все вопросы жителей области, связанных с ограничительными мерами. Все управления, все Акимы будут работать в таком режиме, для оперативного извещения и решения проблем с разными местами. Сейчас вокруг областного центра действует 5 карантинных постов. Ежедневно здесь дежурят полицейские, а с 10 ноября еще и медики, которые измеряют температуру тела у проезжающих. Еще одно ношество, которое реализуют на карантинных постах – камеры видеонаблюдения. Они будут сканировать номера автомобилей и напрямую передавать информацию полицейским. Это существенно сократит время проверки транспорта и, что самое важное, исключит автомобильные пробки на постах. Мы пошли уже дальше, сделали ее, интегрировали, вернее, ее интегрировали с другими системами, в том числе с системами, позволяющие определить, действительно, человек работает в этом предприятии или не работает. Работы проходят по интеграции систем с лабораториями. Когда человек получил, соответственно, провел тест, эта система тоже в себя будет загружаться и сразу же сопоставлять. Действительно, человек получил этот ПЦР-тест и не прошел ли этот срок действия. В общем, систему оптимизируют и сделают удобной для жителей. К примеру, проверять список тех, кого внесли в единую базу, североказахстанцы смогут самостоятельно. Нужна справка о прохождении ПЦР-теста и тем, кто путешествует поездом. С 9 ноября на железнодорожном вокзале станции Петропавловск произошли корректировки в работе. По новым правилам, провожающим и встречающим запретили находиться в здании вокзала. А справка о прохождении ПЦР-теста теперь должна быть у каждого пассажира. Срок ее действия не более трех дней со дня получения. Кроме того, железнодорожники изменили график курсирования поездов. Скорректировали движение скоростного поезда Петропавловск-Алматы. Раньше он курсировал ежедневно, отныне через день по нечетным числам месяца. Что касается остальных составов, то график остался прежним. К слову, в прошлом месяце пассажиропоток на железнодорожном вокзале составил 10 тысяч человек. Это поезда 15-16 Петропавловск-Алматы, ходит он по нечетным числам. Поезд 75-76 Петропавловск-Зылорда, ходит также по нечетным числам. И поезд 623-624 Петропавловск-Нурсултан, ходит по четным числам. Подробную информацию о графике движения поездов и других интересующих вопросах можно узнать по телефону горячей линии 105. После просмотра этих сюжетов возникает логичный вопрос, а сколько стоит сдать ПЦР-тест? По опыту первой волны все мы помним, что это удовольствие не из дешевых. Если верить информации Управления здравоохранения, стоимость этой процедуры снизилась в регионе в два раза. Сейчас она колеблется от 8 до 9 тысяч тенге. Вирусологические лаборатории есть в каждом райцентре. Еще четыре находятся в Петропавловске. За период карантина в них провели почти 140 тысяч исследований. Положительный результат на коронавирус выявили почти у 3,5%. По эпидемиологическим показаниям анализы отобрали у 30 человек. У пяти в целях профилактики завозных случаев, еще у семи по эпиднадзору. Справка действует в течение трех дней со дня ее получения. Отмечу, по направлению врача ПЦР-тест проводится бесплатно. Если брать национальный центр экспертизы, то для физлиц у них 8 025 тенге, для юрлиц 9 тысяч тенге. На базе областного центра физиополмонологии для физи и юрлиц одинаково 8 900 тенге. Участок лабораторий начинается от 9 тысяч тенге. Частная лаборатория располагается не только у нас в городе Петропавловске и в районных центрах. Там же тоже можно проходить на платной основе. Для бесплатного необходимы эпид или клинические показания. Другой вопрос, действительно ли нужны результаты ПЦР-теста при прохождении блокпостов. Ведь справка действительно три дня и нет гарантии, что человек, пересекая пункт пропуска, не подхватит вирус по пути из лаборатории до блокпоста. На самом деле данная мера, она существенно помогает в плане мониторинга заболеваемости. Мы этим решением отсекаем очень большой поток людей, которые могут пересечь границы этого региона даже в бессимптомном состоянии, в период носительства, так называемого, без клинических симптомов. Тем более на сегодняшний день ПЦР-тестирование является золотым стандартом. Из-за нестабильной эпид-обстановки ЦОНЫ продолжат работать в формате онлайн. Принимать граждан в отделениях специалисты будут с 9 утра до 6 вечера, за исключением выходных. Оказывать там будут только бумажные услуги, их около 100. Чтобы получить их, нужно забронировать очередь заранее. Забронировать очередь можно через портал электронного правительства, по номеру 1414, Telegram-бот и мобильное приложение EGov Mobile. Согласно новому формату, граждане приходят в указанное время, то есть то, какое время выбрали, в то и время приходят. Также есть возможность перебронировать очередь. Если по какой-то причине они не успевают прийти в Центр обслуживания населения, они могут выбрать другое время. Электронные услуги, которых порядка 600, можно получить, не выходя из дома, либо в зонах самообслуживания. Исключение сделали только для пенсионеров, многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями. Онлайн-услуги они могут получить в ЦОНах. Для них работают и льготные окна, но бронь обязательно. Такие изменения в формате работы коснулись только отделения областного центра, а в районах все осталось по-прежнему. Меньше выдали потребительских кредитов, заметное снижение по ипотекам. О том, как повлияла пандемия на финансовые рынки области, рассказали в филиале Национального банка. Выдача новых кредитов по стране уменьшилась, но вот в Северном Казахстане, напротив, увеличилась. Это за счет предпринимателей, занятые в малом бизнесе. Заем в банках стали брать чаще, а вот жители области реже. Стали лучше распоряжаться бюджетом, научились экономить и планировать расходы. Такие уроки преподала пандемия большинству североказахстанцев, если верить нашему соцопросу. Сложно пришлось многим. Упали доходы, не меньше тех, кто вовсе сидел без зарплаты. Обременять себя еще и кредитом рискнули единицы. К тому же банки требования к заемщикам ужесточили. По всей стране упала выдача потребительских кредитов, в том числе и в Северном Казахстане. Для сравнения, во втором квартале прошлого года жители региона прокредитовались больше, чем на 12 миллиардов тенге, а за аналогичный период этого года всего на 9 миллиардов. Наибольшее замедление кредитной активности пришлось на апрель текущего года, когда на фоне жесткого карантина деятельность банков второго уровня была ограничена. Соответственно, что очень сильно отразилось в розничном секторе. Хоть как-то держаться бизнесу на плаву помогали госпрограммы по льготному кредитованию. Деньги из национального фонда позволили малому бизнесу взять заем с низкой процентной ставкой. Во втором квартале им выдали на 11% больше кредитов, чем за такой же период 2019-го. Отразился карантин и на ипотечном рынке. С апреля по июнь снижение почти на 37%. Пандемия показала, лучше иметь подушку безопасности в виде накоплений. Хорошо, если они не лежат без дела, а приносят доход. Речь о депозитах. В этом году североказахстанцы свои счета пополнять стали чаще. По состоянию на 1 октября текущего года объем денежных средств на депозитах физических лиц и юридических лиц вырос до 198,6 миллиардов тенге. Этот показатель у нас вырос на 18,6% по сравнению с прошлым годом. 90% от общей суммы – вклады населения. И предпочитают хранить свои сбережения они в тенге. Не секрет, что в нацвалюте процентная ставка выше. По снижению уровня долларизации мы на втором месте по стране. Неплохие показатели в Северном Казахстане и по введению посттерминалов. Их стало почти в три раза больше, чем в прошлом году. За 9 месяцев 2020 с помощью карточек провели операции на 450 миллиардов тенге. Это на 168% больше, чем в прошлом году. Ощутимый рост произошел за счет посттерминалов и банков, которые расширяют спектр услуг. Но есть объекты бизнеса, которым даже кредит на льготных условиях может и не помочь. Из-за пандемии коронавируса сферы, связанные с красотой и развлечениями, находятся в плачевном состоянии. На их финансовое восстановление уйдут годы. Когда они встанут на ноги и смогут ли вообще это сделать, пока неизвестно. На плечах предпринимателей многомиллионные кредиты. Сильный финансовый удар получили кинотеатры. С начала пандемии в Северном Казахстане они не работали. В отличие от некоторых других регионов. На одном из столичных брифингов главный санврач страны Ерлан Киясов отметил, что открытие кинотеатров в областях не повлияло на ухудшение эпидемиологической ситуации. По его словам, нет ни одного факта заражения, связанного с деятельностью кинотеатров. Но в регионах Казахстана, которые в желтой и красной зонах, запрет на работу кинотеатров сохраняется, заключил Киясов. Не лучше сейчас и ресторанному бизнесу. Их главные источники дохода – банкеты и тои под запретом. Многие в ожидании чуда вынуждены перебиваться временными подработками. Моя коллега Дарья Пышмынцева встретилась с теми, чей прибыльный бизнес за несколько месяцев превратился в статью расходов. Старые пожелтевшие пыльные афиши, на которых застыли новинки фильмов начала 2020-го. Такую картину можно увидеть практически во всех кинотеатрах Петропавловска. Они проработали всего несколько месяцев этого года, прежде чем закрыться из-за пандемии коронавируса. Даже выручку толком сделать не успели. Вот по кому COVID-19 точно ударил со всей силы. Шанс на успех, если его можно так назвать, у сверхказахстанских кинотеатров в 2020-м был несколько раз. Летом, а затем осенью. Но вопреки желаниям, чем ближе они были к открытию, тем больше случаев COVID-19 становилось в нашем регионе. Из-за вируса надежды на возобновление работы у владельцев кинотеатров таяли. И продолжают делать это по сей день. Сауле Мусабаева мечтает, чтобы то же самое произошло с ее почти миллиардным кредитом, который она рассчитывала отбить за три года. Бизнесвума взяла его для открытия нового современного кинопространства в городе. Банки, конечно, они сейчас идут к нам навстречу, они предоставили возможность отсрочки, но это тоже не может быть бесконечное. Поэтому это очень сложная ситуация. Наши работники сейчас все остались без работы. И мы действительно бьем тревогу. Мы собирали и конференции, и зум-конференции с министром культуры. И пытались выходить на все инстанции, чтобы дали нам возможность работать. Такая возможность сегодня есть у кинотеатров в четырех городах страны. Петропавловские бизнесмены взяли с них пример и закупили все необходимое для безопасной работы в карантин. Понадобятся ли все эти атрибуты, когда уже совсем другой вопрос. По словам Сауле Мусабаева, сейчас многие владельцы казахстанских кинотеатров всерьез задумываются о том, чтобы признать себя банкротами. Шаги от этого решения и Диан Мустафин. 2020-й его, впрочем, как и других владельцев банкетных залов региона, погнал в состояние глубокого шока. Все, что мы видим в этом зале – итог многомиллионного ремонта. Вот только когда Диан вкладывался в него своими деньгами и средствами банка, не знал, что не заработать здесь ни копейки. Не был готов и к тому, что распустит персонал заведения. К слову, его содержание осенью и зимой – удовольствие не из дешевых. В месяц мы оплачиваем в среднем где-то около 150 тысяч тенге за коммунальные услуги. Их тоже нужно зарабатывать, с чего-то оплачивать. На сегодняшний день единственное, что мы видим – выход подстраивания под текущие условия, санитарные условия, переход на режим питания людей. Есть риск того, что мы можем прийти к тому, что будет полный крах. Скорее всего, к до пандемическому уровню мы, наверное, уже не вернемся. И уже рассчитывать на то и как отдельную категорию бизнеса уже, наверное, не приходится. За права банкетных залов всю пандемию бьется областная профильная ассоциация. В какой-то момент там добились определенных сдвигов. Правда, потом их смыла вторая волна коронавируса. Исполнительный директор объединения причисляет условия и требования, по которым они согласились работать. Любой банкет нужно будет согласовывать с санитарными врачами. Это первый и самый главный момент. Списки гостей, их локации, откуда они приезжают. Ежечасная термометрия, в том числе в период самого мероприятия. Полное предоставление полного доступа в любое время проведения мероприятия членов мониторинговой группы. Это тоже один из немаловажных факторов. И весь персонал, в том числе и выступающие артисты, должны быть в масках. Непонятно, захотят ли североказахстанцы такого праздника с тотальным контролем. Как и то одобрят ли санврачи вышеописанные правила в нынешних условиях. В них, несмотря на определенные требования и возможность сработать, внушительные убытки терпит фитнес-индустрия. Даже самые устойчивые ее представители сейчас скорее в минусе, чем в плюсе. Казалось бы, сколько для такого бизнеса могут стоить 4 месяца простоя. Фитнес-менеджер Лиза Тутеева рассказала, что в их зале доходы догонят расходы, в лучшем случае, через 5 лет. На текущий момент мы заработали 30% от прибыли за соответствующий период прошлого года. На данный момент мы работаем с загрузкой 50% от нашей проектной мощности. Соответственно, у нас ограничено количество посещений. Потеряли мы клиентов. Это те люди, которые опасаются за свое здоровье и не посещают общественные места. А как государство помогает пострадавшим из-за пандемии бизнесменам? И должно ли оно вообще это делать? Вопрос тоже немаловажный. До 1 января продлен освобождение от уплаты налоговых и прочих платежей, которым воспользовалось более 16 425 субъектов малого бизнеса, но общую сумму около 10 миллиардов. В государственных объектах, где находится бизнес, они до конца года освобождены от уплаты, арендных плат и коммунальных. Значит, таким мерам воспользуются около 200 субъектов бизнеса. Что касается объектов частных собственностей, сейчас рассматривается снижение. В случае с кредитами, а не есть у большинства бизнесменов, вопросы с банками решаются в индивидуальном порядке, рассказал Медиатос Панов. Как правило, финансовые институты идут на уступки, а не лишь временная мера. При этом, когда закончится пандемия, непонятно. С апреля приходится балансировать между необходимостью введения ограничительных мер и сохранением экономической активности. О развитии области в условиях пандемии говорил глава региона Кумар Аксакалов на онлайн-заседании в Акимате. В Северном Казахстане наблюдается рост показателей в таких секторах, как промышленность, строительство и сельское хозяйство. Общий объем инвестиций в область превышает 200 миллиардов тенге. О зарплатах североказахстанцев, коронакризисе и новых производствах наш следующий сюжет. Средняя зарплата в Северном Казахстане сейчас составляет 152 тысячи тенге. По росту регион занимает пятое место в стране, говорит заместитель главы региона Аскар Сакипкереев. Самые высокие показатели в областном центре, Кызлужарском и Исильском районах. Но вместе с повышением зарплат нужно думать и о создании рабочих мест. За 10 месяцев на рынке труда появилось более 12 тысяч вакансий. В отрасли сельского хозяйства, строительстве и предпринимательстве. За это время, к слову, трудоустроили 28 тысяч человек. Экономику региона за 10 месяцев привлечено 202,4 миллиарда тенге инвестиций в основной капитал. С ростом на 119,9 процентов. Основная доля их 56,8 приходится на собственные средства предприятий. По торцевой структуре наибольший удельный вес приходится на сельское хозяйство 46 процентов. Сельское хозяйство – главная отрасль экономики региона, которая уделяет особое внимание. Показательный тому пример курс на диверсификацию отмечает Кумар Аксакалов. Благодаря этому за 10 месяцев удалось увеличить производство выпускаемой сельхозпродукции. Общая сумма составила свыше 700 миллиардов тенге, что на 89 миллиардов больше, чем за весь прошлый год. Только до 540 тысяч тонн в северном Казахстане произвели молока и 84 тысячи тонн мяса. Положительная динамика радует, но тем временем в некоторых районах наблюдается снижение выпуска продукции и растениеводства. В числе аутсайдеров – Айрталский, Акжарский, Козылжарский, Жамбылский и Уалихановские районы. Акимам этих районов нужно провести детальный анализ итогов уборочной кампании, определить, кто же сегодня из аграриев хромает, кто не занимается сортообновлением, обновлением техники, не вносит минеральные удобрения и, как следствие, получает низкую рожанность. Поэтому по каждому такому нерадивому аграрию нужно сделать соответствующие выводы. Коронакризис внес свои корректировки в экономику страны. Однако на промышленность области он никак не повлиял. Все основные заводы сейчас работают бесперебойно. За 10 месяцев объем выпускаемой продукции увеличился на 5,5% и составил 235,5 миллиардов тенге. Портфель заказов при этом вырос в два раза – с 22,6 до 43 миллиардов тенге. Только на заводе имени Кирова эта сумма – 15,5 миллиардов тенге. Предприятие выпустило 5 тысяч компьютеров, 19,5 тысяч ноутбуков и 8 тысяч планшетов. Оборудование пользуется большим спросом в других регионах страны. Развитие промышленности – приоритете, подчеркнул глава региона. Завершены переговоры по заключению договора между ЗИК-100 и Казахстан-Темаржила на поставку двух тысяч вагонов платформ на общую сумму более 45 миллиардов тенге. Мы говорили о сложностях этих переговоров, но они наконец-то завершились. И финансирование должно поступить уже в ближайшее время. Все это позволит полностью загрузить наш завод в ближайшие два года. Также будет дополнительно привлечено порядка 250 новых работников. На 20% поднимут и зарплату работникам завода, говорит Кумар Аксакалов. От промышленности к отрасли строительства. С начала года в 270 населенных пунктах Северного Казахстана, где проживает 80% сельского населения, провели масштабные работы по благоустройству. Перевели порядок 107 школ, 42 объекта культуры и спорта. В 74 селах решили проблему с водоснабжением и с внутрипоселковыми дорогами. Вопросы с освещением тоже были на контроле. Все эти вопросы исходили из тех обращений людей во время прямых приемов по личным вопросам и так далее. Несомненно, эта работа должна быть продолжена и на будущий год. Буквально еженедельно мы посещаем районы и видим в эффективности и привлечении больших сил на проведение ремонтных работ. Говорили на заседании и о строительстве жилья. На эти цели в 2020 направили почти 18,5 миллиардов тенге. В прошлом было в полтора раза меньше. Под единым шанраком к высоким целям. Так звучала повестка заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана. Ее председатель Нурсултан Назарбаев отметил, что за четверть века Ассамблея воплотила в себе все лучшие характеристики универсальной структуры гражданского общества. Внесла важный вклад в то, чтобы дружба, мир, спокойствие и доверие стали неотъемлемой частью общественной жизни Казахстана. В нашей стране приняты законы, согласно которым любые действия, нарушающие межэтническое и межконфессиональное согласие, являются неконституционными. Конфликты на национальной или религиозной почве в некоторых странах показывают, как все-таки важен мир и взаимопонимание. Нужно уметь слушать и слышать. Треть населения нашей страны – это представители различных этносов. Их вклад в достижение Казахстана известен всем, и мы должны наращивать этот потенциал, отметил Ельбасе. Особенно это касается так называемых мест компактного проживания этносов. С одной стороны, там созданы все необходимые условия для сохранения и развития традиций языков культуры этих этносов. С другой стороны, на этой основе нам нужно культивировать открытые, не обособленные в своих культурно-языковых и социально-экономических нишах сообщества. Кроме того, следует уделить особое внимание укреплению толерантности и борьбе с ксенофобией среди молодежи. Говорил Ельбасе и о роли казахского языка. Он имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором и еще больше укрепить единство народа нашей страны. Один звук, одна буква. На специальном совещании президенту страны Касымжимарту Тукаеву представили обновленный проект алфавита на латинице, сообщает пресс-служба Акурды. Над ним трудились лучшие ученые-лингвисты, а также эксперты. В усовершенствованном варианте алфавита не используются деграфы. Речь идет об обозначениях одного звука несколькими символами. Касымжимар Тукаев отметил, что создание нового алфавита – это непростой вопрос, с которым нельзя разобраться за один год. Спешка в данном случае может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение. И именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно. На совещании Нурсултан Назарбаев выразил беспокойство оттокам казахстанцев в другие страны. Ельбасы сказал, цитирую, «Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то». К примеру, студенты, которые едут учиться в вузы соседних стран. На местах акиматы должны быть очень внимательными, заключил Назарбаев. Также он отметил растущий уровень безработицы во всем мире и вместе с тем нехватку рабочих мест. Вот такой парадокс. Что касается Северного Казахстана, у нас явный дефицит кадров на селе. А все потому, что люди уезжают в города в поисках лучшей жизни. А именно, постоянной работы, стабильной зарплаты и хороших условий. Быть отрезанными из-за дороги, которую таковой называешь с натяжкой, каждый день запасаться водой, идти с флягами и ведрами к башне на окраине села и перебиваться с заработками – люди устали. Селу мы уже многое задолжали. Эту фразу глава региона Кумарак Сакалов произнес во время рабочей поездки в Есельский район. Там, как, впрочем, и в других районах, есть села, где жители продают свои дома за 50 тысяч тенге, а в школе учатся по 5 детей. Отчасти решить эти проблемы могут сельхозруководители и переселенцы. Каким образом – узнаете далее. В семье у Розалиных праздник – долгожданное новоселье. Отмечают в узком семейном кругу, без гостей. За день до этого Ербулат у Розалин узнал, что подошла его очередь на жилье. Тянуть переездом не стал, уже обустраиваться на новом месте. Скоро сыграет свадьбу, и молодожены будут жить в этой однокомнатной квартире в новом доме. Тепло, светло, просторно. Комнаты большие, я очень доволен, стоя в очереди на жилье, как инвалид второй группы с детства. Ждал 12 лет, и вот заселился. Условия в доме отличные, все продумано для людей с ограниченными возможностями. А по соседству наводит уют в новой квартире Екатерина Сальникова. Она с четырьмя детьми получила трешку. Квартира теплая, кухня просторная. О такой хозяйка и мечтала. Раньше семья жила у свекрови в частном доме, было тесновато. А со смертью мужа значительная часть бытовых хлопот упала на плечи Екатерины. Но в новой квартире есть все удобства. Теперь у мамы больше времени на детей. Раньше надо было печку топить, воду возить. Воды в доме не было, на машине воду возила. Дрова, уголь. А тут и вода есть, и печку не надо топить. На очереди стоял 7 лет, когда четвертого ребенка родила, я встала на очереди. Начальник ЖКХ позвонил, сказал, что подъезжайте к дому, сейчас дадим ключи. Ну и все, я уже неделю тут как заехала. Без дела Екатерина не сидит, работает таксистом. У нее ИП. Но купить квартиру самой все равно было не под силу. А за эту трешку она будет отдавать 13 тысяч тенге в месяц. Всего в этот дом заселятся 27 семей социально уязвимой категории. Сейчас в очереди в Есельском районе еще 173 человека. В этом году мы где-то 3000 квартир построим по области. Из них 625 квартир будут выделены людям, которые нуждаются в первую очередь. Вот многодетные матери, инвалиды, инвалиды, сироты, ветераны. Вот прежде всего в этой категории. И вот 125 из них и многодетные матери. Городской микрорайон на окраине села. На этой улице рядом с благоустроенными квартирами не менее комфортные частные дома. В будущем здесь появятся еще две многоэтажки и 25 домов. В общем, будет современный жилой комплекс. В частные дома заселятся переселенцы из южных регионов и столицы. В прошлом году для них в области построили около 430 домов. В этом свыше 700. В 2017 году в нашу область переехали 855 человек. В прошлом году свыше 2300. Почти втрое больше. В 2020 мы ждем 2500 переселенцев. Они помогают решить проблему дефицита кадров. В село уже прибыло 60 педагогов, 30 врачей. Больше 100 человек получили грант, открыли свое дело и развивают бизнес на селе. С помощью переселенцев решают и проблему малокомплектных школ. Многие из тех, что были на грани закрытия, теперь снова укомплектованы. Ведь большинство переселившихся семей многодетные. В этом году за счет переехавших из юга классы пополнились на 219 учеников. Чем больше населения, тем лучше работает экономика, отмечает Кумар Аксакалов. Поле для малого и среднего бизнеса шире, клиентов соответственно больше. И развиваться должны не только города, в селах скрыт не меньше потенциал. Селу мы уже много задолжали, откровенно говоря. Я всегда об этом говорю и всегда с большой болью проезжаю мимо сел, которые оказались без путевого хозяина. Здесь вот есть такое у нас село, значит, Спасовка. К сожалению, там люди вынуждены за 50 тысяч тенге продавать свои дома. Трехэтажная школа огромная. В 2018 году мы ее посещали, там осталось 5 детей. Сейчас, наверное, вообще никого не осталось. Чтобы такого не было, ответственность сельхозруководителей повысить надо на законодательном уровне. С этой инициативой Кумар Аксакалов выступает не в первый раз. Некоторые аграрии отлично помнят о своих правах, но про обязанности забывают. Соберут урожай, выручку себе в карман и ни копейки для села. Так быть не должно. Все-таки, как показывает практика, из развивающегося села люди не уезжают. И государство такие деревни поддерживает. Сергей Корню в конце прошлого года приходил на прием граждан. От лица жителей Явленки просил отремонтировать дороги. Весна наступила, летний период. Зашли подрядчики областного центра. Сделали прекрасную дорогу, протяженность 7 километров. Кроме того, они сделали подъездные пути к школе, к распочте, к детскому садику. Прием граждан – отличная площадка, чтобы задать вопрос или озвучить проблему. По поручению главы региона, такие встречи с населением Акима районов и Петропавловска будут проводить трижды в неделю через Zoom. На днях появится график приемов. Об этом Кумар Аксакалов говорил во время посещения фронт-офиса. Открытые Акиматы теперь есть в каждом районе. Североказахстанцы стали намного быстрее и эффективнее получать госуслуги. Жалобы на чиновников уменьшились на 10%, если сравнивать с прошлым годом. На плохие дороги жалуются не только сельчане. На днях в редакцию МТРК обратились жители улицы Потанино. Их дома находятся не в красивой и ухоженной ее части, а там, где благоустройства дороги не было много лет. Моя коллега Дарья Пышмунцева прошлась в резиновых сапогах по небольшому историческому участку Петропавловска, которому необходимо внимание. Станичная, затем имени Крупская, только потом Потанино. В этой известной городской улице очень богатая история. Вот только с годами под слоем дорожной пыли, за ветхими крышами, фасадами здешних домов она начала отсыряться. В такой не самой воодушевляющей атмосфере подгорцы чувствовали себя забытыми и никому не нужными. До масштабной реконструкции 2020-го. Она вместе с ремонтом домов, освещением, зелеными насаждениями, зонами отдыха для центральной улицы Подгоры стала своеобразным глотком воздуха. Улица Потанино, конечно, с каждым днем хорошеет. С этим не поспоришь. Но есть все ее части, которые красивыми язык не повернется назвать. Это, например, тоже часть улицы Потанино. Прежде чем пройтись по ней, я, пожалуй, переобуюсь. По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку бух. И знаю, почему-то здесь мне вспомнились строки из этой веселой детской песенки. Хотя на самом деле местным жителям вообще ни капельки не смешно. Не смешно летом, зимой, но особенно не до смеха весной и осенью. Дороги в этой части улицы Потанино, чтобы превратиться в грязное месиво, достаточно маленького дождя или немного снега. Такая непролазная полоса препятствий в повседневной жизни доставляет очень много неудобств людям, которые здесь живут. У меня ребенок инвалид. Нам сложно вообще с ней, так как мы ходим, у нас плохо, у нас координация плохая. Вызываем такси, у нас такси просто не проезжает, когда грязь. Мы останавливаем, выходим на дорогу, соответственно, ребенок весь грязный, обувь грязная. И нас вот недавно машина не взяла. Тут ни одной ледневки нет, как вы видите. Грязь, это еще более-менее грязь. Весной тут вообще не проехать. Вот если с чем-то идти, с каким-то грузом на руках, страшновато и упасть можно, и не распадал. Мы остались, жители вот на этом участке, обделенные. Вроде как бы проезд, но по документам считается, что улица. Буквально недавно, в 2018 году, параллельные улицы, прилегающие к Григорию Потанино, были все отсыпаны щебнем. И хотелось бы, чтобы хотя бы тоже провели благоустройство. Может быть, после него жители смогут использовать галоши только для работы на придомовых участках и не будут ходить в них в ближайшие магазины или на остановку, где прежде чем сесть в автобус, меняют резиновую обувь на изящные сапожки. Об этом проблемном участке в городском Акимате знают. К местным властям горожане обращались не раз. В этом году уже завершены работы по подсыпке щебенки на улицах города. По наказу жителей было подсыпано более 100 улиц в этом году. В следующем году при выделении бюджета данную улицу поставят на очередность и в порядке очередности им сделают работы по отсыпке щебня. Понятнее ситуация станет, когда в городском отделе ЖКХ более точно обозначат фронт работы на следующий год. Будем следить за развитием событий и надеяться, что на жителей этой улицы обратят внимание. Как в случае с садоводческим обществом «Горизонт». Их проблему решили. Защебиновали 400 метров полотна. Весной и летом автомобили здесь утопали в грязи и слякоти. Подсыпали дорогу за два дня. Задействовали три единицы техники. Всего в Петропавловске защебиновали более 100 городских улиц, охватили 10 садоводческих обществ. Такой была информационная картина этой недели. Команда МДРК напоминает североказахстанцам, выходя из дома, не забывайте про маски и дистанцию. Берегите себя.